Депутат Кировского райсовета Владимир Брязу Депутат Кировского райсовета Владимир Брязу Кто готов идти? Три человека нужно. Кто готов? Желающий есть? Человек рассуждает и дает советы про финансовые отчеты, про последовательность действий. Ну, все бы хорошо. Просто сомневаюсь я, что персонаж типа Брязу может что-то дельное насоветовать на тему экономики, отчетов и правильного распоряжения финансами. Ну, зацените его, парят мысли. Он всегда радовался, что открыто новых пять предприятий. Давайте зададимся вопросом, какие. Одно немецкое БОШ, вторая еще какая-то организация. То есть, в принципе, немцы открыли у нас на нашей территории предприятия, мы на них работаем, а офис у них всего лишь там Германии. Зачем им портить свою экологию? А если они могут здесь, нам портят. И мы еще будем покупать их продукцию у нас здесь. Мы будем делать их богатыми. Когда мы откроем с вами народное предприятие, как было в советское время, и когда мы сможем с вами потом радоваться и показать всему миру, что мы можем, как вот колхоз имени Ленина, который есть в Москве, и кандидат, который пошел от этого колхоза Грудинин. Вот когда таких колхозов будет в каждом регионе, и когда мы с вами сможем кушать свою продукцию, а не турецкие помидоры, вот тогда мы с вами здесь соберемся и отпетим Первомай как праздник международной солидарности трудящихся. А, то есть новые предприятия мировых концернов на территории России, там или нашей области, это плохо. То есть вот все эти экономические форумы, президент, призывающий сюда входить инвесторов и строить новые заводы, экономисты, рассуждающие о том, как надо привлекать инвестиции, это все неправильно. Они там дураки, а брезу, которому это все не нравится, он умный. А народные предприятия у нас по экологии вообще же замечательные, и там-то все будет прям с фиалками пахнуть. Ну и вообще, да, народные предприятия в форме закрытого акционерного общества, вот о чем вот примерчики-то эти приводили, принадлежащие в значительной степени как раз вот одной семье Грудинина, за методами управления, которые целый шлейф скандалов, разбирательств в плане противозаконности действий, вот да, народнее некуда. И когда, и кто построит нам таких народных предприятий много, чтобы коммунисты могли, ну, со всей полнотой душевности-то, первомай, как солидарность трудящихся отмечать. Да и про турецкую продукцию, ну, прям в точку пример брезу привел. Это, кстати, не Грудинина там спалили в свое время на том, что он дешевую турецкую клубнику перепродавал под видом своей дорогой подмосковной. Ну, то есть, по сути, не спекулировал ли он там и барыжил на стереотипах потребителя? Это что ли пример для подражания для настоящего коммунисту брезу в вопросах, как надо дела делать, занавес? Просто если человек с таким пониманием экономики, принципов смысла и значимости инвестиций, производства конечной продукции с высокой набавленной стоимостью, внедрение современных технологий, там, создание новых высококвалифицированных рабочих мест, увеличение налоговой базы, наконец, вот если несущий подобный бред человек допущен к принятию каких-то решений, в том числе и в отрасли ЖКХ, если его статус может повлиять на людей при принятии ими решений и в итоге на распределение финансовых потоков и определение вида работ, то вот у меня прям серьезное опасение в том, что в итоге эти самые принятые людьми решения окажутся верными. А еще больше меня в моих сомнениях утверждают идеалы, к которым стремятся подобные личности. Субтитры создавал DimaTorzok